Кафе правильного питания, контейнеры для раздельного сбора мусора, избирательное право для людей с ограничением здоровья по зрению. Вот лишь часть идей будущих предпринимателей, которые они предложили на форуме социальных технологий, организованном Рязанским государственным радиотехническим университетом. В конкурсной программе более 40 проектов. Одним из лучших стала инициатива Дарьи Денисовой. В ходе своего проекта я планирую открыть пункты сбора использованных батареек. Будут они расположены в государственных и муниципальных учреждениях города Рязани. Данный проект я хочу реализовать, потому что существует такая проблема, что большое количество отходов не утилизируется правильно и загрязняет окружающую среду. В форуме социальных технологий РГРТУ приняли участие более 500 человек. Это студенты различных рязанских и российских вузов. Они имели возможность не только лично посетить мероприятия, но и подключиться онлайн. Их ждали мастер-классы, круглые столы, стратегические сессии, где предприниматели, профессора, представители органов исполнительной власти и крупнейших добровольческих организаций города делились личным опытом ведения проектов. То, что здесь происходит, я считаю, что это уникально, потому что ребята начинают развивать социальные проекты, мы все прекрасно понимаем и знаем, что и государство, у нас тоже мыслит проектами, у нас есть федеральные проекты, которые сейчас реализует вся страна. Мы знаем постановление, указы, которые издал президент о том, чтобы наша жизнь была лучше, и она тоже строена именно на проектной деятельности. Напомним, что форум является заключительным мероприятием молодежного каворкинг-центра социального предпринимательства. С сентября этого года более 300 студентов Рязанского государственного радиотехнического университета встречались еженедельно на теоретических и практических занятиях. Им помогли составить собственные маркетинговые и финансовые планы, просчитать возможные риски и спрогнозировать результаты. Лучшие проекты предстали на суд экспертов. Утром 7 декабря вуз подписал соглашение о сотрудничестве с рядом ведущих университетов страны. Среди них МГУ имени Ломоносова, Финансовый университет при правительстве России, Московский экономический университет имени Плеханова и многие другие. Конкретные действия наметились из взаимодействия РГРТУ с Орловским государственным университетом, где работает аналогичный международный каворкинг-центр. В рамках этих договоренностей уже запланированы онлайн-мастер-классы. С их студентами они участвовали удаленно в наших мероприятиях. Наши студенты будут получать знания от специалистов из Орла. И мы предполагаем, что такой формат взаимодействия приведет нас к международным проектам. Стоит отметить, что форум социальных технологий и молодежный каворкинг-центр социального предпринимательства в этом году проходили впервые и уже зарекомендовали себя на высоком уровне. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».